Здравствуйте, дорогие друзья! Наш прямой эфир начинается. Сегодня воскресенье. И, судя по всему, говорить мы будем с вами на тему психоанализа, психотерапии, со звуками строительных процессов. Сегодня вместе с нами мы с вами строим наше будущее. Мы с вами сегодня разбираем, что такое женская судьба. И сегодня мы говорим с вами на тему человечного, вечного. Олечка, привет! Привет! Доброго времени суток! Здравствуйте! Очень рада всех видеть. Присоединяйтесь, пожалуйста. Я пока так мягко, так сказать, ввожу в волшебный мир. Рассуждение о женщине. Я не думаю, что сегодня эфир будет отличаться какой-то моею больше нежностью или такой мягкостью по отношению к интерпретации женской судьбы. Напротив, я думаю, что сегодня, поскольку прямой эфир, у нас с вами есть все необходимости говорить открыто, говорить честно, разбираться, отвечать на ваши вопросы. И мне очень нравится, что сегодня... Здравствуйте всем! Всем здравствуйте! Вижу вас, всех вижу. Привет, привет, привет! И мне очень нравится, что сегодня, возможно, вы будете слышать звуки дрели, различных строительных аппаратов, благодаря которым что-то новое такое строится. Оно, знаете, как очень сильно похоже на внешнее и на внутреннее. Я слышу сейчас, что кто-то молоточком там колотит, кто-то сейчас будет, наверное, что-то там гвоздики прикручивать, пришурупливать. Вот пусть это все у нас с вами сегодня пришурупливается, пусть сегодня все встает на свои места, и пусть сегодняшнее воскресенье будет чудесным местом для поддержания, конечно же, женщины. Я получила от вас огромное количество вопросов. Вопросы дивные, глубинные, какие-то совершенно несерьезные, такие, знаете, неосновательные. Вот они про отношения женщины или мужчины к себе. А вот есть вопросы, когда вот ты читаешь, ты понимаешь, что человек действительно интересуется собой, то есть его искренне, его очень сильно искренне волнует, что происходит по-настоящему с ним. И всегда очень радуюсь, когда вижу вопросы вдумчивые, и всегда очень желаю удачи и успеха человеку, который еще только начинает понимать, какая жизнь-то непростая. А вот если это еще и женщина оказывается, женщина задает вопрос невдумчивой, то, наверное, чувствую сожаление, потому что к жизни нужно быть подготовленной. И для того, чтобы идти в любой абсолютно контакт, вот многие люди, кто узнает меня, я сейчас даю такую очень, я считаю, прекрасную возможность здравствуйте, здравствуйте, всем здравствуйте, всех вижу здравствуйте, задавать мне вопросы, и я отвечаю на эти вопросы, и даю возможность взаимодействовать со мной. Я думаю, что это же и есть ваша собственная метафора встречи, только не со мной, а встречи вас с вашей определенной социокультурной средой, в которой вы растете, в которой вы цветете, в которой вы развиваетесь. И вот во всей этой истории какая-то же должна быть точка, ну, например, особенно для женщины, повествующие о том, что вам, например, ну не стыдно. Если все это повторить, то вам не будет стыдно. А есть точки, когда ты возвратиться даже туда в свои фантазии не можешь, потому что тебя окутывает чувство стыдливого холода от того, что ты как-то вот так поступила, и это какое-то и как-то ты хотела бы изменить, но, к сожалению, не можешь. И жизнь женщины, она подразумевает не два, не три шанса, не пять, а один. Абсолютно в любом деле, абсолютно в любом процессе, абсолютно в любом виде знакомства, общения, события, проекта – один шанс. И когда женщина искренне понимает, что у неё один шанс на что-то или на кого-то, то тогда отношение её очень сильно меняется. И вот это вот то, что я называю заниматься игрулечками, заниматься той самой необоснованной, необоснованной, очень дорогой для себя дуростью, потому что цена у всего очень высокая, и у женщин цена очень высокая. Цена слова, цена взгляда, цена поступка, цена отказа, цена согласия. Цена её слепости, цена хитрости, мудрости. Вот у всего, особенно у женщины, есть цена, и эта цена крайне высокая. И её всегда приходится платить. И мне, конечно же, очень грустно от того, что сегодня предателями женщин являются, как это ни странно, сами же женщины. Если посмотреть, например, на просторы психологов, которые работают, когда их слушаешь, ты понимаешь, что… Ну вот если это говорит мужчина, это ещё более-менее простительно. Ты понимаешь, почему это говорит мужчина? Ну ты понимаешь, например, почему, значит, кесарево сечение для женщины, у которой нет диагноза клинический узкий таз, и у неё прекрасное предлежание плода, так вот, допустим, головное, головное. То есть всё хорошо, нет никаких обвитий пуповины, нет вообще никаких показаний. И когда ты слушаешь, например, новоиспечённого акушерогинеколога, мужчину, который говорит про то, что вот очень даже и неплохо кесарево сечение, ты ещё как-то немножечко так счурившись, немножечко так сгрустнув, что вот кому-то же, кто-то же вот такому вот человеку попадётся вообще в его докторской практике, но ты ещё как-то немножко понимаешь, потому что это говорит мужчина. Он действительно не ведает, что он говорит. Он никогда и не сможет этого сделать, пока он сам не забеременеет и через свои родовые пути не проживёт этот опыт. Но когда это говорит женщина, вот тогда наступают вопросы. Кто является самым большим врагом на сегодняшний момент в нашей сегодняшней современности для женщины? Конечно же, женщина. Когда ты видишь, как относится матери к своим дочерям, когда ты понимаешь, что мама не сказала своей дочке и по какой причине она этого не сделала. И ведь зачастую, даже если женщине, которая впоследствии становится мамой, её мама что-то не сказала, но её жизни достаточно для того, чтобы обрести. Через сто миллионов грабель. Это вот то, что по лбу тебе всегда так ударяет, что вот уже вот если присмотреться в область там, где должно быть, должен быть тот самый третий глаз, там вмятина. Но ведь пусть даже ценой этой вмятины, но женщина понимает, где-то интуитивно доходит, что кажется, вот здесь вот что-то вот не так, что-то вот я гляжу, у меня есть какая-то вот такая идеечка, что где-то мне кажется, меня там это немножечко подогнули, где-то меня вокруг пальца обвели несколько раз. И даже если есть эти подозрения, но ведь можно же сказать об этом своей дочке, но об этом тоже молчится. А почему? А потому что создаётся через социокультурное наследие то, что называется невежественное отношение к себе, женское отношение невежественное к себе, не к другому. Современная бульварная психология, которая требует на протяжении, как началось с 2000-х годов, требует внимания к другому, совершенно не гласит о том, что внимание к другому должен проявлять мужчина этой его задачи. А женщина должна научиться проявлять внимание к самой себе. И её самым большим, если хотите, грехом является невежественность к себе. Это то, когда она что-то понимает и по-прежнему молчит. Это там, где зарождается то самое равнодушие по отношению к своей собственной дочери, к твоему отражению, к той девочке, глядя в которую ты, в которую в её глазочки ты смотришь, и в этих глазочках ты видишь абсолютно себя. Это два зеркала, два океана, глядя в которых ты понимаешь, кто ты такая. И даже глядя туда, женщина отказывается говорить всё, что она должна была сказать до 12 лет своей дочери, или то, до чего она догадалась, может быть, дочери уже 30. Но это очень важно проговорить. И вот на сегодняшний момент таким человеком становится психоаналитик. И, конечно, моё докторское понимание, моё докторское образование уже давным-давно ввело меня, внедрило, поместило навсегда ту самую ответственность, с которой я всегда иду в работу, то самое понимание, как то, что сегодня в секунду, когда я нахожусь в контакте со своей пациенткой или клиенткой, что сейчас в секунду происходит то важнейшее, от чего зависит потом вся её судьба. И начинается эта вся история с того, что приходят женщины, которым за 25, за 35, за 45, и они всегда очень сильно бережно умудряются сохранить или укутать или укрыть ту правду, которая была абсолютно с каждой из них. Эта правда касалась пубертата. Это тот был невыносимой боли и глубинности период, который начинался с 12 лет, про которую женщина была заставлена молчать. И поскольку до сих пор не существует ни одной нормальной в своём уме книги, которая была бы посвящена не мужской психологии, не пубертату мужскому, а пубертату женскому, поскольку до сих пор ещё не хватает психоаналитиков и психотерапевтов, которые умели бы горой стоять не только за мужское, но и за женское. Вот поскольку до сих пор не хватает специалистов на количество запросов, которые существуют, а я тот профессионал, который работает с людьми из разных стран, то есть это вопрос не какой-то страны, это проблема мировая на сегодняшний момент. Пока носителей метода недостаточно для того, чтобы, так сказать, покрыть все запросы, которые существуют от клиентов и пациентов. И вот эта ситуация, она заставляет меня с большей чистотой выходить в прямые эфиры, чаще говорить о том, что у девочки после 12 лет наступает невыносимейший период, о котором нужно говорить, про который нужно знать, и где девочке больше всего на свете нужна мама. Больше всего на свете нужна мама. И вот у мальчиков происходит совершенно иначе. И мамы именно в этот момент прикрывают свои глазочки, как-то медленно моргают, делают какой-то, знаете, такой вид, несколько отстранённый, вот так головочками машут, что-то там рученьками изображают, открывают веера. Вот и вот, значит, в процессе такого опахивания себя, то есть чтобы слишком уж не было тошно, слишком уж не было жарко, понимаете? Чтобы держать лицо, чтобы не видна была испарина на лбу, не дай бог, если вдруг кто-то застукает эту женщину на том, что она равнодушна по отношению к собственной дочери. И на мой вопрос, получается ли у меня влюблять вас в психотерапию, я получила стопроцентный ответ. Правда, был один ответ от мужчины, от мужчины. Он написал о том, что я не стала это выставлять, и скоро вот это вот окошечко с этим вопросиком, оно исчезнет. Да и вообще как-то вот не стала выставлять. Мне понятно, почему этот вопрос задаёт мужчина. Этот мужчина сказал, что у меня получается влюблять в себя. Но я очень часто говорю одно и то же, очень часто. Очень хорошо у меня получается вообще просто говорить, просто говорить получается очень хорошо, получается очень хорошо моргать, очень хорошо получается у меня подача. Я хорошо открываю свой рот, шевелю губами, рученьками шевелю. То есть этому человеку очень нравится, как я жестикулирую. То есть если сейчас отключить аудио, просто вот оставить говорящую головочку, которая вот так вот кивает, моргает, открывает рот, закрывает. Вот ему очень сильно это нравится. И вот когда он на это смотрит, то он даже вот говорит, что, вы знаете, мне кажется, я вас влюбляюсь. А так вы очень часто повторяете одно и то же, и мне кажется, слишком много говорите. И я подумала о том, что вот его слова, они являются очень важными сегодня. Потому что для каждого мужчины, женщина, как ни крути, каким она является специалистом, плевал он с высокой колокольни. Мужчина, который в принципе в поисках или ищет себе женщину, или он в полупоисках, неважно, он не смотрит на то, что у неё написано на бэджике. Ему интересно, как, вот он отключает этот звук, ему интересно не что она говорит, а как она говорит. И этот мужчина абсолютно прав. Но проблема в том, что если мужчины сегодня до сих пор думают, что повторение женщины, доктора, психиатра, психотерапевта, женщины, а я женщина, а не мужчина, так вот это повторение, оно очень важно для женщин. И я обязательно буду повторять. И буду говорить об этом сложном периоде, пубертатном, очень много. И буду говорить, пока каждый человек, который интересуется психоанализом через моё повествование, не запомнит это навсегда. И не сможет точно понять, что да, я сегодня являюсь тем человеком, который может поддержать себя, который может поддержать свою дочь, который может поддержать дочь моей подруги, который может поддержать девочек в этом периоде, в принципе. Я та женщина, которая знает, когда я вижу, как она страдает, и ей наступило 12, а потом 13, а потом 14, а потом 17, то я понимаю, что с ней происходит. Я не отворачиваюсь от неё, я вот так вот не делаю, не делаю вот так. Я, напротив, понимаю, что сегодня от меня, от взрослого человека, очень много что зависит. И вот та самая правда, вы знаете, вопросов очень много. Я, как всегда, начинаю, я сажусь на этот свой конёк, могу скакать бесконечно, вы это прекрасно знаете. Но я действительно считаю, что те вещи, которые я говорю, в преддверии озвучивания ваших вопросов, они тоже важны. Я, кстати говоря, буду бесконечно счастлива, если вы сейчас подадите значочек какой-нибудь, крестичек, плюсичек, минусичек, неважно, сердечки о том, что вы здесь, вы готовы, мы вместе сейчас вступаем на этот путь исследования, и пусть сегодняшний эфир, он принесёт нам лучшесть. Женщина с каждым шагом, если она куда-то идёт, в магазин, в бокалейную лавку, в тренажёрный зал, в прямой эфир, в психоанализ, вот везде, куда она идёт, она должна брать с собой корзиночку, и корзиночка должна быть сполна. И вот все люди, к которым она ходит, куда-то вообще зачем-то, обязательно должны быть сполна. Если там нет возможности у женщины наполниться, вижу я ваши сердечки, бабочки, присылайте, это очень важно, это та обратная связь, которая для меня крайне важна. Я же пришла встречаться с вами. И женщина должна набирать эту корзиночку. И вот вы каждый раз, когда приходите, и сюда приходите, вы проверяйтесь. Если вы уходите без корзиночки, наполненной, тогда не надо больше приходить, потому что это не Ольга МакВильямс, это какой-то очень странный человек. А вот если вы приходите сюда и понимаете, что вы уходите, у вас корзина такая наполненная, такая тяжёлая, такая основательная, то вы можете ещё и ещё приходить, пока, как говорится, корзины ваши будут наполняться сполна. И сверху, мои дорогие женщины, вашей этой наполненности должен быть ещё подарок от зайчика. Вот это нормальный женский поход. И вы, когда вы женщина, и когда к вам кто-то тоже приходит, это тот самый приходящий, он когда будет от вас уходить, ему тоже нужно туда, в его корзиночку положить. А к женщине приходят дети, к женщине приходят мужья, любовники, клиенты, пациенты. Приходят, в общем, все люди. Такого быть не может, чтобы звука не было. Дайте, пожалуйста, знать, все ли меня слышат. Будьте так любезны. Настя, давайте проверяться. Это вопрос крайне серьёзный. Поставьте, пожалуйста, плюс или напишите, меня слышно или нет. Жду, 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 жду. Это очень важно. Отлично, Настя, вам нужно перепровериться. Может быть, перезагрузиться. Спасибо огромное. Так вот, этот момент важный. И вы тоже должны в эту корзиночку положить. Положить. Это будет значить, что вы женщина. Потому что, когда ты уходишь от женщины, у тебя всегда она, корзиночка, наполнена. Так вот, я считаю, что мои эфиры, они посвящены тому, чтобы каждая или каждый, кто слушает эти эфиры, имели возможность свои собственные корзинки наполнять. И наполнять корзиночки другого. Я призываю к неравнодушию. Я считаю, что для мужчин это очень характерно. Они очень часто включают такие взгляды. У них глазки становятся рыбьями. Вот ты смотришь на эти глазки, они какие-то, знаете, порой полупрозрачные. И мужчины очень хорошо играют в игру под дурачка косить. У них прекрасно получается вот так вот быстро-быстро-быстро моргать, делать полупрозрачные глаза. Вот ты прямо смотришь и понять не можешь. Нет, ну это же надо. Вот как будто бы глаза водой залиты. Вы понимаете? И там где-то даже кораллы-кораллы проглядываются, потому что... Ну вот такая вот у него морская тема. И вот он за счёт своих вот этих рыбьих глазок имеет возможность такую характеристику, называется скользковатость, мужская скользковатость. Мужчины очень хитрые люди. Они наслушаются очень по верхам. Это у тебя так, тебе кажется, чё попало придумало, слушай, ну вообще, или ой-ой-ой, или о май гад, вот эти все истории. Это способность мужчины развернуть очень манипулятивно женщину против же самой себя, чтобы та ошеломлённая, ошарашенная, несколько растерянная, такая, знаете, упавшая с луны оказалась перед собой и не нашла некоторое время. Буквальные первые две, буквально две-три минуточки не нашла, что ответить, а он за эти две-три минуточки быстренько раз рыбочкой и уплыл. А если ты его попытаешься ещё и в ручки взять, то его скользковатость поможет ему, ты просто его не поймаешь. И вот это всё заставляет нас нести ещё большую ответственность, потому что неравнодушие требуется от женщины и её собственное неравнодушие к себе. Вот посмотрите, какое длинное у меня сегодня введение, такая прелюдия. С другой стороны, уважаемые женщины, давайте с вами действительно уж как-то, кто будет слушать этот эфир, может быть, будут слушать мужчины, поставьте плюсики или сердечки, или какие-то знаки о том, что прелюдия для женщины крайне нужна. И мужчинам ведь тоже стоит многому поучиться и прекратить вот это вот, вот это вот с бухты, барахты, вот так вот, раз, вот так вот и взял. Для женщины очень важна, важен какой-то вообще первый танец. Для женщины важна возможность встретиться с собой и посмотреться в своё собственное зеркало. Поэтому очень важно, чтобы сегодня мы говорили через призму неравнодушия к себе. И там, где он говорит, давай, 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 помните фильм «Вокзал на двоих», где он говорит, ну, давай, давай, ну, давай как-то прям побыстрее, побыстрее. А она ему говорит, да не могу я так. И вот здесь такая же ситуация. Давайте сегодня с вами, если уж ваш доктор, женщина, сегодня такую прелюдию длинно устраивает, давайте с вами рассмотрим это как определённую метафору, так сказать, введение прелюдий в свою собственную жизнь, в различных аспектах жизни, абсолютно, как норму, и если у кого-то его собственная скорость жизни как-то не позволяет дождаться, то это будут его личные проблемы, потому что нормальный человек, нормальный мужчина, он должен уметь дожидаться женщину. Вот я хочу сказать о том, что когда мужчины видят, как происходит родовоспоможение, когда женщина рожает, они прекрасно понимают, что у женщины почему-то это получается. То есть женщине всю жизнь, вот она родила ребёночка, вот она вышла замуж, и вот всю жизнь ей придётся терпеть. А мужчине надо периодически уметь терпеть ту самую необходимость в женской прелюдии. Недавно у меня закончились отношения с мужчиной-психологом, наивно я думала, что будет не так, как обычно. Так, Настя, понятно. Может, он плохой психолог, написал Элли. Очень хорошо, очень хорошо. В данном случае, мои дорогие, так сказать, одно предложение, и второе предложение — это идеальный диалог. И женщины, которые вынуждены скрывать правду, которые вынуждены из себя что-то изображать, которые вынуждены быть теми самыми вечными игрушечками, ещё и склонны наполняться чувством вины. И всё это начинается с 12 лет. И я говорила о том, что сегодняшний эфир — это, по большому счёту, такое очень странное нововведение, такое двойное название. Одно мы называем, а другое мы подразумеваем. Женское, человечное, вечное. А второе название — это то, чего мама не сказала. Мама не сказала, что, начиная с 12 лет, девочке навсегда придётся встречаться с тремя категорически очень страшными, сложными, бесконечно глубокими, такими тягомотными, очень резиновыми чувствами. Первое чувство — это чувство злости, которое будет заставлять её на первых порах направлять агрессию не на тех людей, на которых стоит это делать. То есть чаще всего козлами отпущение, если хотите, будут становиться мужья и теми людьми, те люди, которые у тебя под рукой, это твои дети. Второй момент женщины всегда придётся встречаться с чувством абсолютнейшего, неравноценного, абсолютнейшего, нечестного отношения к ним. Женщина всегда будет понимать, что судьба несправедлива. И третье чувство — это чувство, которое называется полнейшая неуверенность в себе. Это то, про что я говорю в видео, оно есть в Инстаграме, про архетип ничтожества, который есть абсолютно у каждой женщины, он начинается в 12 лет. И вот когда мы поднимаем, что эти три базовых чувства — это то, с чем девочка начинает встречаться, как только у неё наступает первая менструация. В этот момент она понимает, что кто-то, ну, точнее, кто мы уже понимаем, кто, её очень сильно обману, если только об этом мама не сказала. Если мама сказала, то здесь ещё есть такой, знаете, момент, ну, не то чтобы простительный, но есть такой лёгкий момент, где мы можем спрятаться. Одну минуточку. Но если мама не сказала, то для девочки это будет огромная травма. Огромная. Девочка понимает, что отношение к мальчикам и к девочкам в 12 лет понимает разное. И похоже, что к мальчикам отношение лучше. И похоже, что мама сыновей или братиков, вот в 12 лет эта девочка понимает, что мама братика любила больше. Мама, когда воспитывала сыночку и дочку и говорила, люблю одинаково, люблю одинаково, лгала, лгала мама. Мама не сказала, что женщине всю её жизнь придётся бороться внутри себя с архетипом ничтожества, потому что как только будет приходить менструальный новый цикл, за 2-3, а то 4 дня будет происходить не бог, ведь что с телом, с психикой, с миропониманием, с мироощущением. И всем мужчинам, затем, в будущем будет очень-очень выгодно использовать эти уязвимости, использовать эти уязвимости в свою, так сказать, в свою лавочку, в свою коробочку это складывать. Для чего? Для того, чтобы этой дурёхой, этой простушкой, этой оссоль, этой девчонкой, которая, погрузившись в архетип ничтожества, заражена и ей можно будет управлять. И за этот женский счёт, за эту очень высокую женскую цену, можно прекрасно повысить свой собственный ценник до такой степени, что она однозначно идеализирует тебя, возвысит тебя до таких небес, что ты, как говорится, дай Бог, чтобы ты небеса в своих ручниках жирненький, дорогой мужчина с ожирением, вообще удержал. А иногда бывает, есть же у тебя тестостерончик, есть же у тебя мускулатура, заложенная ещё в процессе эмбриогенеза, что ж у тебя ручники-то тоненькие, о животе человек большой, который говорит про инсуленную резистентность, дорогой мой человек, дорогой мужчина, где же твои, то, что называется, трицепсы, где же твои, то, что называется, бицепсы, с этого же начинается твоя история. Но мужчина, зачастую не имея проявления своего начала, своей начала образованности, начинает пользоваться вот этой женской уязвимостью. И женщина, начиная с 12 лет, девочка, девочка, начиная с 12 лет, начинает вляпываться в очень сложные жизненные обстоятельства. Какие-то жизненные обстоятельства. Первое. Девочки начинают вступать в контакты, в близкие, в те самые телесные. Слово мы это не произносим теперь, потому что, вы видите ли, теперь блокируют. В близкие отношения телесные вступают и не раз, и не два, а много-много раз подряд. Второй момент. Девочки начинают принимать алкоголь, алкогольные напитки, различные вещества, которые дурманят, которые заставляют девочку отказываться от собственного становления. девочки начинают вляпываться в любовные отношения, находят тех самых мужчин, которые сейчас созданы только для того, чтобы ею воспользоваться. Больше никакой в этом нет причины. И это та самая история, когда девчоночка, хорошенькая, красивая, умница, всё при ней вляпывается в огромный период, который будет длиться, начиная с 12, заканчивая 20, 21, 22, 23 года. Мои дорогие, это 10 лет. Это 10 лет жизни, когда она входит в состояние сильнейшей женской депрессии. В этом состоянии чего только девочки с собой не творят. Они начинают страдать у меня анорексиями, булимиями, они начинают вызывать у меня рвоту, они начинают у меня подглядывать за теми, кто, по их мнению, лучше их. Обкручивают себя, обволакивают такими комплексами, то есть это череда событий, которые происходят с каждой девочкой. И, конечно же, вот вся эта история, она никогда не может быть вот так рассказана, потому что девочка же должна быть очень правильной, вы понимаете? Она же вот, как я сегодня говорила в прямом эфире, должна быть той, которая головочкой машет, моргает, а звук-то можно отключить. И для девочки встреча с жизнью взрослой порой может быть настолько непереносимой, настолько непреодолимой, что очень часто возникают желания. Какие? Ну, конечно же, а почему бы и не закончить всё это? то есть в этой череде депрессивных событий, которые подсекают и без того очень хрупкое, хрупкий, очень уязвимый росток женского становления, конечно же, возникает идея о том, что может быть вообще всё это напрасно, и женщина, точнее, вот молодая девочка, она не понимает вообще смысла своего существования. И, конечно же, вот здесь очень, очень зыбучие пески, потому что рядом должна стоять мать, которая должна сказать, то, что ты сейчас чувствуешь, и то, что ты сейчас анализируя, предполагаешь, это так. Учись доверять себе, просто в нашей жизни, в нашем мире такие условия, что про то, что ты чувствуешь сейчас, не говорит никто, но чувствует каждое. То, что ты сейчас переживаешь, чувствует абсолютно каждая девочка, начиная с 12 лет, задаваясь вопросами, а зачем она, что такое смысл жизни женской, что это такое, ты права, и у женщины действительно нет никакого того пространства диких вариантов, в которые ты ныряешь и поплыл. Но если только ты не хочешь заплыть в эпизод, в острый психотический эпизод, туда женщины тоже очень хорошо заплывают. И я как доктор должна вам сказать, что иногда бывает, что нет у женщины действительно никакого выхода, кроме этого состояния. Но женщина взрослая должна сказать своей дочери, что, милая, это правда. То, что ты чувствуешь, это правда. Тебе не кажется, ты не придумала. Это не гипертрофированные чувства, тебе ничего не показалось. Это не сверхценная идея, это правда. И женщине в их жизнях смысл придают. Их дети, их дело. И я являюсь тем доктором, который заявляет и всегда про это говорит, что это не мужчины должны дело своё иметь, а женщины только детей. Нет. У мужчины другая задача. Ему всё равно, где геройство своё проявлять. Мужчине надо научиться быть работягой. А это, извините, очень разные понимания процесса. А вот женщине нужно научиться стать профессионалом своего дела, не работягой, а профессионалом своего дела. И времени у неё очень-очень мало, потому что то время, которое будет отдано, подарено на воспитание деточек, своих родненьких, карапузиков. И это то время, она же у нас с вами одну жизнь живёт. У неё не 500 рук, а две рученьки и две ноженьки. И вот ей нужно тогда умудриться вложить это в ребятишечек, а то, что останется, и потом, когда ребятки уже подрастут, или до того, как появятся ребятишечки, пахать, как я не знаю кто, для того, чтобы становиться профессионалом своего дела. И женщины, будучи обдуренными, идея о том, что женщина должна вот родила и хорошо. Мои дорогие, я человек, который работает каждый божий день много-много-много лет, без выходных. Мы сейчас ставили вопрос, сайт сейчас делают, очень красивый сайт, будет прекрасный. И мне Валера говорит, Оля, надо посчитать, количество часов в твоей практике. Валера, если ты не против, напиши, пожалуйста, я уже забыла, сколько там тысяч мы с тобой насчитали, сорок или сколько насчитали. Так вот, это очень важный момент. Мы говорим про часы, практики. Приходят женщины, у которых есть деточки, замечательные ребятишечки, у которых всё хорошо, у которых мужья-работяги. Я сейчас не про то, что они дальнобойщиками работают, это очень важно, чтобы вы понимали. А труженики, работяги, получились они наконец-то, получились. Спасибо, Валера, 36 часов практики. Ну, это мы с тобой когда считали? Наверное, сейчас-то уже сорок. Так вот, 36 тысяч часов практики. И это очень важно. Привет, мой любимый доктор. Привет, привет. Ольга, какая вы красивая. Читаю, спасибо. Невероятная, читаю. Спасибо большое. Это вы. Это вы красивые. Это вы невероятные. Если вы приходите, и это всё изучаете, это всё познаёте. Так вот, эти женщины, они приходят, потому что понимают, что недостаточно всего этого оказалось, что ещё нужно дело своё поставить. Большое, маленькое, неважно. Стивен, привет, мои хорошие. Спасибо за эфир. А дело поставить нужно профессиональное. То есть встать. Мало того, что мамкой хорошей, мало того, что курочкой, значит, чтобы всех своих цыпляточек под крылышкой и так далее, так ещё и стать профессионалом хорошим. У женщины большие требования. К женщине. К женщине большие требования. И у женщины должны быть большие требования к жизни. К женщине большие претензии. И у женщины должны быть большие претензии к другим людям. Претензии, мои хорошие. претензии, а где у нас сегодня мяско, если мы мяско не едим, а где у нас сегодня картошечка, а где у нас сегодня крыша над головой, а где у нас сегодня штанишки, где трусики, где у нас сегодня образование, где школы, машины, а где у нас из однушечки двушечка, из двушечки трёшечка, из трёшечки пятюшечка, где это всё? И вот эта требовательность, она и является основой женской жизни. То есть если не будет этого, то у женщины ничего не будет. Но скажите, какому мужчине это выгодно? Ну, конечно же, если немножечко подогнуть, где-то там призаткнуть, где-то всё это скукожить, то таким образом создастся такая, знаете, мнимая тишина, иллюзия спокойствия и того самого успокоения, которым сыплют мужчины. Ну, что ты в самом деле? Ну, что ты придумала? Ну, зачем тебе это всё? Приветствую, Максим, здравствуйте. Ну, зачем ты волнуешься? Будь спокойней, будь проще. Это то, что говорят мужчины. И женщина, конечно же, даже если она говорит хорошо и кивает своей головкой, она должна себе сказать, нет, я не буду спокойней, потому что у меня нет крыши над головой, я не буду проще, потому что у меня нет нужных трусов или, там, не знаю, нужных туфелек. Нет, я не буду спокойней, если у моих детей не будет вот такого образования. Не буду, потому что та требовательность, которая есть во мне, она абсолютно нормальна. И я об этом поняла в 12 лет, потому что мне об этом сказала моя мама, в 12 лет сказала мне, доченька, вот я сейчас очень важные вещи говорю, доченька, то, что ты чувствуешь, всё понимаю, абсолютно тебе не кажется, ты не придумала, ты у меня умничка, ты у меня здоровая, ты у меня психически здорова, всё, что ты чувствуешь правильно. Я бы даже сказала, всё это идеально, всё это очень чётко. Так происходит у всех девочек, у всех девочек так происходит. Но девочки потом поделятся на два, на две веточки. Первая веточка, они подумают, что это неправильно, они подумают, что они с ума сошли, они подумают о том, что с ними что-то не так. И когда они будут вести себя так, как на самом деле нельзя себя вести, то есть неправильно будут себя вести, они зайдут в чувство вины, и потом найдётся какой-нибудь очень такой орёл, орёл. И этот орёл скажет о том, что «Вот, Максим, мне кажется, что вместо того, чтобы волноваться штатом, в котором я живу, я бы на вашем месте сейчас, вот это и есть, вот ваш вопрос, я бы на вашем месте сегодня поволновалась о вашей будущей жене, что она чувствует вместе с вами, или настоящей жене, что она чувствует рядом с вами, что вообще чувствует рядом с вами женщины». Вот это опять в ту самую копилочку входит, про которую я говорила, про тот самый отзыв, отклик, что вы можете, Ольга, просто говорить, моргать и кивать, и этого достаточно. И вот женщина, она должна сказать, что «Доченька моя хорошая», вот эта вот часть девочек, они будут в вине в бесконечной, и придёт потом ковбой, орёл прилетит или прискачет на коне ковбой. И этот ковбой, он обязательно скажет про то, что я тот самый, который спасёт тебя от чувства вины. А девочка, она у нас, мы с вами договорились, в кавычках, вообще всё, что я говорю, я использую символический, символический окрас, это очень важно. Мы с вами находимся в просторах психоанализа. Привет от Елены Витальевны. Максим, огромное спасибо. Я думаю, что Елена Витальевна тоже согласилась бы сейчас с тем вопросом, который я адресовала к вам. Елену Витальевну бесконечно люблю. Елена Витальевна — человек, который всегда в моём сердце, мой преподаватель, моя учительница, мой научный руководитель. Елена Витальевна — это человек, которая дала мне огромную часть моего счастья, моего творчества, моего режиссёрского становления. Елена Витальевна — мой научный руководитель, когда я училась в Институте культуры. Я являюсь, помимо того, что доктором, я ещё являюсь дипломированным режиссёром театра, и я отучилась, как и положено, в Институте культуры. У меня есть мой диплом, у меня есть поставленные спектакли, и я очень этим горжусь. Вот про это мы говорить, конечно же, будем. Про Елену Витальевну я всегда пою дифирамбы и буду петь. Так вот, и вот этот момент очень важный. И вот этот вот ковбой, который прискачет сейчас на коне, он обязательно скажет про то, что «а девочка наша, дурёха», это про кавычки, она скажет, «ты знаешь, у меня вот есть тайна, тайна есть». Это вот, это, мои дорогие, это классика. Поэтому я вас предупреждаю всегда, прекратите вы рассказывать вашим будущим мужьям, мужчинам вообще ваше прошлое, зачем вы им рассказываете про своих любовников, про свои бесконечные вступления в интимные отношения, про то, что вы где-то там с кем-то пили, с кем-то там вы не пили, с кем-то вы там чего-то курили, с кем-то вы вступали в эти отношения, с кем-то вы дрались, с кем-то вы ругались, стояли там, значит, думали очень часто о смысле жизни. Зачем вы это рассказываете? Лечились в психиатрических больницах, страдали анорексиями, булимиями, посещали доктора-психиатра, принимали транквилизаторы. Не нужно этого рассказывать мужчинам. Я объясняю, почему. Девочка говорит, «ты знаешь, у меня есть вот такой секрет». Ну, а он же умный у нас, ковбой. Он говорит, «Ну, давай, расскажи мне, укрошка, как ты там жила до меня вообще». Она говорит, «Хорошо жила». Он говорит, «Да, а я вообще там у тебя первый или как?». Она говорит, «А вот у меня есть тайна». А наш ковбой говорит, «Ну, расскажи мне тайну, мне в глаза расскажи». И она говорит, «Мне есть такая тайна. Когда мне было вот 13 лет, значит, вот такая вот случилась ситуация. Зашла в компанию, в компании было очень много вот мальчиков. И вот такая вот ситуация произошла. И ещё и заплачет сверху. И наш ковбой, это очень важно то, что сейчас я рассказываю. И наш ковбой понимает, что сейчас это тот самый конёк, на который он должен сесть. Он садится и говорит, «Я буду тем спасителем твоим, который спасёт тебя от этого позора». Ольга Васильевна прелесть. Максим, вот это уже другой разговор. Это важнее, чем Штаты. Это важнее. Ольга Васильевна, это много важнее, чем любые Штаты. Так вот, и наша девочка, вы вообще вдумайтесь в игру, которая происходит. Вы же можете сейчас наложить это на собственную жизнь. Я же говорю сейчас очень важную вещь. И эта девочка, находясь в коконе манипуляции, очень хитрой, очень примитивной манипуляции, она вдруг открывает глаза и видит перед собой того самого спасителя, который спас её, простил её сейчас от той гнусной истории, которая произошла с ней в 13 лет. С ней единственной, вы понимаете, на всю массу населения. Вот все девочки, как девочки, вот люди, как люди. А она у нас в 13 лет вела очень неправильную жизнь. Всё. Но потом, когда он её возьмёт, а девочка красивая, девочка красивая, то есть он понимает, что сейчас то, что он делает, это очень правильно, потому что же скоро появится другой ковбой на горизонте. Кто-то из них же первым должен захватить её и схватить, и погрузить в этот кокон манипулятивный. Поэтому он это делает. Эта девочка отдаёт ему свою жизнь, отдаёт ему свою судьбу, конечно же, выходит за него замуж, рожает от него детей, Мама ей не сказала про то, что родненькая я, все девчонки, все девчоночки-девушки, все кнопочки, все курочки, все проживают этот сложный период. Запоминай, доченька, деточки, деточки и профессия. Деточки и профессия. Это твоя опора. Деточки и профессия. Не работа, а профессия. Стань профессионал в одной зоне. Таким элегантным, ювелиром своего собственного дела. Стань. Хочешь этим, хочешь тем, хочешь разными, но профессионалом. Тут побыла профессионалом. Переходишь, опять будем расти по карьерной лестнице. Опять переходишь, опять. Женщине нельзя жить и по верхам работать. Мужикам можно, и мужчинам можно, и парням, и юношам можно, а женщинам нельзя. Женщина должна стать профессионалом своего дела. Ну и все, этот наш ковбой, когда ему будет выгодно, ну а наша девочка, она рожает ему, значит, детей, она все это рожает, она, отношения-то к ней будут меняться, он же начнет об нее ноги обытирать, и она начнет ему говорить про то, что там, Ваня, а что-то вот я гляжу не так, я детей понарожала, а что-то вообще ничего нет, ни крыши над головой, ничего, что-то я гляжу, ты тут у меня пиво, что-то живот растет, я ничего, или там по бабам пошел. А Ваня, наш ковбой, говорит, нотабене, как говорят доктора, слушай внимательно, а, а ты забыла, как я тебя из подворотни забрал, а, когда тебе было 13 лет, не помнишь ту историю? Ты такая, кому была нужна? Да я тебя спас, и девочка, не понимая, что она в коконе, опять затыкается, да, 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 точно, точно, ту же правду надо, что, никто не должен знать, надо спрятать все это, что это крыто, чик-чик-чик, и дальше пошла, прошел еще десяточек лет, прошел еще десяточек лет, в сорок она приходит ко мне, нет, не ко мне, она придет к другим, походит там ничего, потом придет ко мне, но у нас время-то уже прошло, и обычно это женщина, у которой дети, 10, 12, 13, 8, 10, 12, вот такие возрастные группы, и она поняла, что кажется, что-то происходит, потому что счастья-то нет, а он уже и не смотрит, а он, мои дорогие, не будет смотреть, а он уже куда-то смотрит, другое место, или смотрит, но уже как-то не так, а дела нет, поэтому очень часто в психоанализе получаются удивительные истории, что ко мне приходит женщина с неврозом или с депрессией, а уходит она у меня в высшее образование, в карьерную лестницу, остановить ее уже невозможно, и она у меня уже и денежку зарабатывает, и уже мастер своего дела, конечно, какой невроз, ничего уже такого не будет, и она уже и про себя знает, и у нее тут и деточки, тут у нее работа, тут у нее клиенты, тут у нее пациенты, и она же все у нее прописано, все рассчитано, все четко, какие другие задачи стоят, и женщина в этом моменте понимает, да, мне мама не сказала, дети и профессия, дети и профессия, и вот этот период, начиная с 12 лет, до момента, когда наша девочка выйдет замуж, он священный, потому что там есть время для получения образования, те девочки, которым мамы это сказали, они все учатся после школы, в университетах и академиях, они не в колледжах учатся, не в этих среднеобразовательных учреждениях, они учатся в высших учреждениях, почему? Потому что мама знает, что время женское намного короче, чем мужское, что как только она забеременеет, родит дитя, то все это вот так вот сузится, и ей придется ждать какого-то определенного периода, чтобы вновь выстрелить, и это крайне важно, и на сегодняшний момент то самое человеческое, женское и вечное заключается в двух важнейших пониманиях. Первое понимание. Если у тебя нет детей и профессии, тот и ты женщина, ты не найдешь в своей жизни, на что опираться, потому что на мужчину опираться нельзя. Этот человек создан не для того, чтобы опираться, он создан для того, чтобы жизнь свою, если нужно, отдать для тебя. Он создан для того, чтобы жизнью своей пожертвовать ради тебя и ради детей. Он создан для этого. Он создан для того, чтобы дать тебе и детям обуть, одеть, накормить крышу над головой и так далее. А для того, чтобы опираться, для женщины есть ее профессия и есть ее материнство. Вот и все. Мои дорогие, мое личное прелюдирование превратилось сегодня в час нашего повествования. И, конечно же, нам нужно будет обсудить те вопросы, которые вы прислали. И я думаю, что мы с вами, сегодня у нас воскресенье, в таком случае я предлагаю нам встретиться с вами, может быть, даже и в среду. В среду давайте сделаем еще один прямой эфир, и я отвечу на те вопросы, которые сегодня мы подготовили. Мы тогда просто с вами поговорим о женщине или о женском, о вечном в продолжении, потому что ваши вопросы, они все вот про ту женскую свободу, про ту женскую суть, о которой сегодня должен говорить каждый доктор. Так, 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 так. Так, есть еще время у нас. Ольга, вы в одном видео сторис говорили, что идентифицироваться можно и по видео. Вопрос подписчицы был о том, что если нет возможности посещать индивидуальные консультации, возможно, я что-то не так поняла. Ну, конечно, да. Идентификация – это процесс, который происходит в нашей психической реальности. Это процесс, который у нас не спрашивают. Извините так любезны, будьте так, а не будете ли вы так любезны, разрешите идентифицироваться. Нет. В нашей психической реальности есть сфера «я», и в ней есть внутренние объекты. Я всегда говорю про то, что их всего шесть штук, вы седьмой. Так вот, отношения с каждым из объектов, внутренних или внешних, они заставляют вас становиться таким же человеком. Поэтому, когда у вас есть необходимость что-то поменять в своей жизни, нужно, чтобы вы встретили или общались, или слушали, или были в контакте, или, ну, хотя бы, даже если это будет просто лекционный материал, но были рядом с тем человеком, глядя на которого, вы понимаете, я хочу быть на него похожим. Процесс идентификации включается сам собой. Я всегда говорю про то, что всякое бывает в жизни. Может быть, нет сейчас денег на правильную, профессиональную психотерапию. Ничего страшного. Включайте нон-стопом эти все стримы. Открывайте канал на YouTube. Там эти плейлисты. Просто включайте, ложитесь спать с этим человеком, просыпайтесь вместе с ним, готовьте, тренируйтесь, идёте, летите, едете, слушайте. То есть, обволакивайте себя этим человеком, обкладывайтесь им, и вы начнёте понимать, что вы начинаете идентифицироваться, вам становится ровнее, чётче, яснее, аккуратнее, вы в такой, находитесь в своей собственной психической трезвости, вы понимаете, что происходит и так далее. Это очень важно. Процесс идентификации самое прекрасное, что может быть вообще на свете. И для этого вам нужно просто выбрать для себя тех людей, которыми вы хотите очаровываться, для того, чтобы стать, по сути, и этими людьми. Хочу быть такой же классной, как вы. Эля, здесь вопрос, не в том, как такой же классной, как вы. Вы видите ту классность, которая уже вы. Поэтому я вас поздравляю, если вы об этом говорите, то процесс идентификации уже начался. И слава Богу, мы люди нуждаемся в людях. Мы с вами не Робинзона Круза, и то у него был пятница. Мы с вами нуждаемся в отношениях. Я всегда должна знать о том, что если передо мной профессионал-психолог, после него будут отношения. Если человек не женат, нет детей, нет друзей, нет никаких профессиональных сообществ, нужно уходить от такого психолога. Что это вообще такое? У человека должно быть много отношений, минимум хотя бы шесть вариантов. Человек всегда проходит свой процесс идентификации. Жизнь – это очень сложная вещь, для женщины особенно. Но при этом, при всём нужно умудриться и создать такое своё внутреннее и внешнее состояние, чтобы вам было чётко и было на что, мои дорогие женщины, опираться. Так, значит, в среду, это уже через два дня, давайте сделаем прямой эфир. Предлагаю его сделать в 17.00 по Москве. Значит, нужно будет сделать анонс, и мы договоримся, что я отвечу на вопросы, которые были присланы к сегодняшнему эфиру. Тогда я окошечко с вашими новыми вопросами не буду ставить, потому что у нас не хватает времени для того, чтобы на них ответить. Спасибо вам большое, спасибо. Всё, осталась минута, вижу. Спасибо, спасибо всем большое. Пишите ваши комментарии, буду очень рада. До новых встреч. До новых встреч.